Приветствую вас! Я полагаю, что исходить нужно из ваших целей. Безусловно, любая фобия, любое фобическое проявление не является нормой, и как бы там ни было, если вы избегаете контакта с людьми, если вы не общительны и так далее, то ещё можно прописать к особенности вашего характера и к вашему, может быть, сознательному выбору, вот, то наличие фобий этим объяснить нельзя никак. По всему я полагаю, что так или иначе именно фобии, именно такое вот проявление страха нужно корректировать. Вот. А дальше уже, если решить не взаимодействовать с людьми, не обниматься с ними и так далее, это уже исключительно вам решать. То есть здесь, я полагаю, нет и не может быть каких-то, ну, конкретных, каких-то шаблонных правил. Вот. Конечно, конечно, очень важный момент представляет из себя, на мой взгляд, тот факт, почему вы стали бояться таких прикосновений, причём именно интимных. Вот. То есть это, если это у вас началось недавно, если это у вас началось месяц или два назад, вот, это значит, что-то произошло. А, возможно, причина кроется и в более отдалённом прошлом, когда вы, например, решили, как можно меньше взаимодействовать с людьми. Так или иначе, нежелательность, нежелательность интимного контакта связана, как правило, с тем, что вы недостаточно чётко простроили свои личные границы. То есть вы боитесь чем-то, вы видите угрозу. И поскольку все люди, значит, вступают в интимный контакт, и все люди в этом нуждаются, то в этом нуждаетесь и вы, что, в общем, нормально. Вот. Только для вас это по какой-то причине угрозы, и я полагаю, что корни этого находятся у вас в детстве и в ваших моделях поведения с людьми, возможно, даже с вашими родителями, например. Ну, как вариант. Как вариант. Вот. А дальше, что касается самой инфобии. То есть здесь история такая, да, что помимо угрозы, которую можно и нужно разбирать само по себе, фобия обращает ваше желание. То есть, как бы, ну, давайте вот в качестве примера, да, приведём кошмар. Вот просто кошмар. А что такое, что такое кошмар? По своей сути, кошмар это желание, да, то есть, ну, по классическому определению кошмара, да. Кошмар это то, чего мы хотим. Это отражение наших бодренностей. Вот. Но при этом обренностей запрещен. То есть, когда нам ждёт снится, а мы себе это запрещаем, мы этого боимся. Так мы воспроизводим те ограничения, которые мы получили, например, в детстве. Соответственно, по такому же принципу действуют и в данном случае страх. Это то, что вы хотите, это то, в чём вы нуждаетесь, но только себе вы это запрещаете. Вот, собственно, и вся история. И нужно только понять, почему вы себе это запрещаете, откуда взялся запрет, какую цель этот запрет преследует и, соответственно, выявить, выявить для себя адекватные формы реализации этой потребности. То есть, примите как данность, просто примите как данность тот факт, что все люди нуждаются в интимном контакте, и все люди нуждаются вообще во взаимодействии с другими людьми. Тот факт, что вы себя в этом ограничиваете, ещё раз повторю, значит, может быть приемлемым в том случае, если вы это делаете через акт свободной воли. То есть, если вы это сделали, ну вот просто, вот вы так, ну так, посчитали, что вам так лучше. Я, в чём я лично сомневаюсь, я сомневаюсь в том, что это было актом доброй воли для вас. Ну, вы, конечно, можете с этим спорить, вы, конечно, можете с этим не соглашаться, право ваше, вот, но мне почему-то кажется, что акта доброй воли здесь, акта доброй воли здесь нет. Вот. Вот, в принципе, и вся история. Вот. То есть, действительно, есть люди, которые не взаимодействуют с другими людьми, или действительно есть люди, которые необщительные, вот, или менее общительные, чем другие. Такие люди объективно существуют. Вот. Но, опять же, все дело не в том, что они существуют или что их нет, а в том, насколько они свободны, насколько они именно свободны в своей, ну, в своём выборе, поведении, поведении. Вот. Вот. Вот это, вот это, это и есть то главное, о чём я хотел вам сказать. Вот. Соответственно, да. Я думаю, что проблема ваша, она существует. Я думаю, что проблема существует, когда в том, что фобия это ненормально. Вот. Избавитесь от фобии, ознайте свои желания, вот, разберётесь со своими страхами, вот. И дальше уже будете решать сами, как и что вы будете делать. То есть, возможно, привносить в, скажем, ну, во взаимодействие, во взаимодействие с вами чрезмерно большое количество людей, может быть, не стоит, если вы этого не хотите, или, может быть, это противоречит вашим ценностям. Ещё раз повторюсь, ценности, это выбранные жизненные ориентиры, а выбранные актом свободной воли, что отличает их от, например, выносенного поведения. Так что прошу вас эти вещи различать, потому что они разные, эти вещи, вот. Может быть, не стоит привносить большое количество людей, но совершенно очевидно, что источник интимных поглаживаний для вас тоже быть должен, как и для любого другого человека, вот, и так далее. И раскроется ли тогда, что ваша необщительность является актом свободной воли, или это просто механизм защиты от чего-то? Да. Это уже будем посмотреть. Вот и всё. Примечательно, что вы задаёте нам вопрос о том, является ли это проблемой. То есть, мне почему-то кажется, что вы сами решение уже приняли. Вот. Потому что, ну, что будет, если кто-то скажет вам, что да, это проблема, а кто-то скажет, нет, это не проблема. Понимаете? То есть, как бы, здесь ориентироваться нужно в любом случае на себя только. Вот. Так что, если, здесь может быть момент, может быть момент того ещё, что вы в себе, может быть, не уверены. Если вы в себе не уверены, то это тоже можно и нужно скорректировать. Если, конечно, у вас есть желание, желание. Ну, вот. Вот это всё. Очень многое зависит, кстати, от возраста. То есть, если вам, например, 25 лет, то, разобрав эту проблему, вы сможете, в общем-то, и окружение своё изменить. То есть, если у вас, ну, если у вас появится желание, всё. Если вам 45 лет, то, тут самое главное, не потерять тех людей, которые есть у вас уже. Понимаете? А новое окружение, это исключительно по желанию. Вот. То есть, всё зависит, на самом деле, от гибкости вашего, вашего сознания. Вот. То есть, если вы готовы предположить, что, как бы, ну, что общение с людьми может выстраиваться по-другому. Потому что, там, вот, то, какую вы выбрали модель взаимодействия для себя, она может являться ошибочной. Вот. Если вы гибко предположите, то её можно изменить. Поверьте, в итоге, в итоге вы получите куда больше удовольствия и наслаждения от новой модели. Вот. Ну, а если не хотите, или если у вас есть ценности, ну, что ж, браво, ваш выбор. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok